Приветствую дорогие друзья! В детстве многие девочки мечтают о принце, который приедет к ним и увезет куда-то на белом коне. Чаще всего подобные чаяния остаются в прошлом и о них забывают. Но есть женщины, которым на самом деле везет повторить судьбу Золушки. О них сегодня я хочу поговорить. Наталья Алиева. Девушка родом с Азербайджана, но работала на официанткой в одном из отелей Беларуси. Как раз туда приехал на соревнования по стрельбе племянник эмира Дубая Саид Аль Макту. Уже через несколько дней миллионер и политик возвращался домой не только с призовым местом, но и с невестой. Наталья стала второй официальной женой мужчины, у которого на тот момент уже было 5 детей. Спустя некоторое время Наталья подарила возлюбленному дочку. Шейха Моза. У этой женщины была весьма скромная родословная, но это не помешало ей стать супругой принца Катары. Сейчас у нее несколько различных должностей, а чины и достижения можно перечислять вечно. Сейчас ее муж больше не правит страной, теперь это место принадлежит их сыну. При этом Шейха Моза до сих пор считается одной из самых влиятельных женщин в стране и за ее пределами. Она ведет активную общественную жизнь и охотно идет на контакт со СМИ. Рания Аль Абдула. Родилась будущая супруга короля Иордании в семье простого врача-педиатра. На фоне других детей ее выделяло упорство и поразительная сила воли. Повзрослев, Рания устроилась работать в Эппл. С будущим супругом женщина познакомилась на работе. Ей понадобилось всего 4 месяца, чтобы принц Абдула сделал ей предложение. Сейчас Ранию обожает вся страна. Она может позволить себе появиться на людях без традиционного головного убора. Женщина любит носить рубашки и джинсы, а также одеваться у Джорджия Армани. Кроме всего прочего, Рания активно борется за права женщин. Также она основала центр, помогающий детям, которые подвергались насилию со стороны взрослых. Фатима Кулсум Захар. Никому доподлинно неизвестно, как девушка из простой семьи смогла завоевать сердце короля Саудовской Аравии. Зато она стала первой женщиной, которой правитель разрешил ночевать в своих покоях. Королева не сильно волнуется по поводу политической и общественной жизни страны. Зато она помогла открыть не один благотворительный центр. Также женщина ведет свой блог, в котором периодически рассказывает о личной жизни. Лала Сальма. С детства девушка интересовалась точными науками и стала инженером. А со своим будущим мужем, королем Марокко Мохаммедом VI, она познакомилась, когда посетила одну закрытую вечеринку. Местные законы таковы, что королевой она не сможет стать, несмотря на то, что официально признана супругой главы государства. Лала – мать двоих детей. Пресса регулярно отмечает ее умение подбирать одежду, а простые люди отзываются о ней, как о сострадательной и отзывчивой особе. Кстати, многие правители, в том числе из-за политических причин, скрывают информацию о своих женах. К примеру, о супруге Ким Чен Ына известно не так уж и много. Своими мыслями по поводу жен восточных правителей непременно поделись в комментариях к этому видео. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.